Еще какие-то мне называл, но я не помню. Сказал, что где-то зимняя концепция на 30% меньше летней по напиткам. Рассказывала про номер вчера, что мини-бар, сказали, заполняется зимой каждый второй день, но нет, он заполняется каждый день. Никаких проблем нет с этим. Пиво есть в взливное, пиво есть в бутылках. Насчет этого никаких проблем нету. Голодным не останетесь, от жажды не умрете. Там вот, видите, габаны выходят. Но они за отдельную плату летом. Ну вот, тут вот так вот превращено в склад зимой. Так, что-то я размесла. Вот я чуть-чуть. Я помогала просто строить. Так, ну давай подойдем к этому бассейну. Здесь есть что-то там. Там вот снэк-бар. Сарай-снэк-ресторант. Тут еще какой-то бар впереди нас. Да, кстати, сейчас покажем, какой бассейн грязный. Один из бассейнов. Один, я так понимаю, еще дальше. Там, где клубные номера, но там все перекрыто. Покажем, какая грязная вода. Вот, посмотрите. Видите? Листья, ветки. Никто не чистил очень давно. Хотя, буквально пару дней назад дяденька тут все подметал. Вот еще одна фотолокация, инстаграммная рамка. И подойдем, да, к номерам Luxury Smilop. Тут, я так понимаю, что сейчас зимой никто не живет. Хотя стулья какие-то стоят на втором этаже. Я не знаю, может быть, есть. В общем-то, лежаков нет, я не знаю. И вот они тут. Я не знаю, видно, что там бассейн? Сейчас подойдем к этим клубным номерам. Нет, что-то я как-то не наблюдаю. А, вот, вижу, вижу. Сейчас его подниму немножко в камеру. Надеюсь, будет видно. Там вот с той стороны есть еще один бассейн. Если нет, то извините. Но я старалась, чтобы было видно. Так, это клубные номера. И вот эти номера Luxury Smilop. Двухэтажные номера. Подойдем. Да, сто процентов тут никто зимой не живет. Потому что даже вода в бассейнах спущена на минимум. Там вот тот корпус, в котором мы проживали. Deluxe. Клубные номера. И вот эти. Смотри, даже в некоторых три этажа. Или, может быть, тут, я не знаю, как тут. Но там похоже, что два. И в этих вот номерах можно заказать себе завтрак, и они приносят вам на подносах в воде можете завтракать. Ну, это за отдельную плату. Везде на территории. Территория очень зеленая. Много пальм, много бананов, различных деревьев, цветов, пустарников. Очень красиво. Мы еще подойдем вот туда, к той стороне. И тогда уже заканчиваем наш видеоотзыв, потому что сколько времени уже? 10 минут четвертого. Через полтора часа нас уже заберут из отеля, и мы полетим обратно домой. Скажем этому отелю не прощая, до свидания, потому что хотим сюда вернуться еще летом. И хотим сравнить. Я думаю, что летом нам очень понравится, потому что, судя по отзывам и судя по видеообзорам, что мы видели до этого, то летом тут есть пенные дискотеки, просто дискотеки, различные вечеринки, анимация, очень много, очень большая команда аниматоров, развлекает вас постоянно. Питание включено 24 часа в сутки, тут до часа ночи питание включено. Алкоголь 24 зимой, а питание только до часа ночи. Летом оно включено постоянно. Не отходя от пляжа, вы можете поесть в многочисленных ресторанах. Смотрите, сейчас опять здесь The Butcher, очередной ресторан. Там вот мы показывали много разных вот эти вот габаны на отдельную плату. там уже начинается другой отель какой-то. Сейчас подойдем, посмотрим. Видите, тоже пальмы они зимой прикрыли. там какой-то другой отель. Мераба. Мераба. What is the name of this hotel? Next hotel? Adora. Adora? Yeah. Вот имя следующего отеля. Adora. Adora Belik. Вот такой вид. Кстати, с правой стороны, когда хорошая погода, видно горы. Сегодня их не видно. Ну вот, габаны за отдельную плату летом. Может быть, провести день. Место для холодильника, лежаков, столика. Все вам принесут. Все будет как в лучших домах в Турции. Идем дальше, посмотрим. Спасибо. Bye. И подойдем быстренько. Вот там ограждено все. Покажем еще эти номера с лакшири своим ап с другой стороны. И уже будем возвращаться там, где мы начали свой отзыв. Там ждут наши семьи и друзья. Как я уже говорила раньше, потому что мы сегодня уже улетаем. Так, ну вот, смотрите. Здесь еще какой-то ресторан. Red Red Far East ресторан. И тут, я так понимаю, что это все летом заполнено водой. Такие сделаны, как каналы. Туалеты везде, раздевалки. Подойдем еще сейчас здесь. Посмотрим. Вот так. Вот так. Тут не очень видно. Ну, я попробую через дырочку заглянуть. Видно вам? Сейчас еще сверху покажу. Ну, вот, смотрите. Ну, вот, как-то так. Дальше тоже не пойдем, потому что там закрыто все забором. Можем подойти быстренько, посмотреть, что. Но я думаю, что мы туда уже дальше не попадем. Там опять слышно какой-то то ли трактор, то ли экскаватор. Вот так. зайдем, посмотрим. Так, это похоже на следующем. в следующем отеле тоже реновация, потому что там тоже это не здесь, это там. Да, но вот тут закрыто, потому что клубные номера из-за их реновации. Но сейчас посмотрим, что там видно дальше. Тут летом есть проход, а сейчас его нету. Ну, вот так оно выглядит. Да, это трактор или комбайн или экскаватор, не знаю, что там. на территории другого отеля. Ну, все. На этой нотке прощаемся с вами. Спасибо, что кто досмотрел. А, кстати, смотрите. Камера. Есть. Камера повернутая на бассейн. То есть, если вы будете под наблюдением и кто к вам номер не зайдет, никто не будет купаться в вашем бассейне. Только вы. Да. Так что вот так. Заканчиваем это видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе с вами. Буду показывать, что мы увидели, что мы увидим. Пишите свои вопросы, пишите пожелания. Буду стараться снимать видео, которые вам интересны. Спасибо. До новых встреч.